Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы вам покажем день из нашей жизни. Надеюсь, он у нас будет сегодня такой насыщенный и интересный. Собираемся с Мишей и с мамой сходить на ёлку с Мишей. Пойдём на ёлку? Пойдём. Там будет какое-то представление, покажем вам. Посмотрим, что получится. Собираемся позже после этого приехать, сходить на горки покататься. Немножко там снег выпал. Ну, не знаю, посмотрим, получится покататься, нет. Ну, может, что-то ещё сделаем. А пока так. Ну всё, ребята, вперёд к приключениям. Вперёд, Мишань. Вперёд. Вперёд, ребята. Друзья, вы знаете, что у меня две тёщи. Баб Зоя и Баблида. Вот так вот. Да, бабушка? Узнали, где у нас Баблида, а где Баб Зоя? Как тыковка получилась? Ничего? Вкусная очень. Очень вкусная. О, какая у нас тыковка получилась. За грибами-то пойдём, девчонки? Пойдём, грибы собирать, грибы. Да, скоро будем дождёмся, по грибочке рванём. А что, уже осталось-то? Сейчас Новый год, январь, вот-вот уже. Да, февраль, март. И всё, а февраль, март и всё. А там уже снег тает, уже настроение весеннее. Да, Баблид? Вузе всё. И рванём, да? И пойдём, конечно. Баба Зоя, правда, у нас, кто у вас старше-то, Баблида? Никто. Не, я знаю, что никто. Но всё равно кто-то должен быть старше хоть на минуту-то. Мать не запомнила. А, не запомнила? Ну, понятно, хранится. Сразу там запомнишь. Да. И главное, сколько вам, может, по 70 лет, хотя у женщин, говорят, не спрашивают. Ну, я знаю, по 70 лет. Наша девчонка по 70 лет. 70 лет. Да, и характеры разные, вот я скажу. Баблида такой свой характер, поспокойнее, наверное, потише. А Бабзоя маленькая такая, бойцовским характером немного. Так что вот так вот, ребят. Помните, как бабушка у нас блуждала в лесу? Ой, было время-то, да? Да, то в лесу хорошо. В лесу хорошо. Говорит, опять рвёмся, говорит, жду в лес. Я говорю, не возьму, бабушка, в дремучий лес. Возьму, только под строгим контролем. Погу же, Баблид, кушай, чё ты? Да. Слушай, у тебя что, вон сколько тут тыковки. Вот, у нас берём из новой. Я сейчас тоже покушаю. Чеплашки. Да, чеплашка неплохая, вот сколько сейчас получилось приготовить в ней. Классная, чё горела. И держит, как тепло, хорошо. Хорошая чеплашечка. 450 рублей, все удовольствие. Вот такая огромная, как раз на нашу семью, да? Угу. Ну, ладно, девчонки, приятного аппетита вам. Спасибо. Пойдём заниматься своими делами дальше. Грибы собирать. Давайте, кушайте. Грибы обязательно пойдём, Баблида, обязательно. Это уже у нас в крови рыбалка, грибы и всё такое. Ну, давай, кушайте. Мишанька, чем занимаешься? Пишу песню Виктора Цоя. Виктор Цоя? Ага. Ребят, Мишаня, я тут сам уселся. Думаю, чё ты прикинул? Чё делаешь? Пишу песню, кричит. А чё за песня? Ну, прочитаю. Можешь почитать? Ага, группа Кровина. С колонки, да, слушаешь её, пишешь? Он с колонки её, я слышу, поиграет, перестанет, поиграет, перестанет. Тёплое место на улице и жду отпечатку наших ног. Звёздная ночь, пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед. Дальше. Не нажатый вовремя курок, если я не ошибаюсь. Чё-то такое. Не нажатый вовремя курок. Потом. Группа Крови, да? Ну да. Классная песня. Ну, ты молодец. Мишенька, какие песни меня слушает? Вообще. Удивительно. Ну, давай. Пиши. Почитаю потом позже. Ладно, покажешь? А, кстати, под ёлкой у Миши здесь письмо. Это тоже Миша писал тут. Это как бы в школу делали и заодно вот так. С Новым годом. Они тут с мамой делали вот такое письмецо. Подарки к Новому году. Ну и здесь. Это Миша писал. Письмо Деду Мороз, дорогой дедушка Мороз. Меня зовут Миша, мне 8 лет. Всё такое. Ну, короче, ждём подарка, да, Миша? Ждём? Да. Всё, уберём. Вот такое письмецо. Тогда вы опишите, пойду я готовить кушать. Друзья, сегодня уже другой день. Миша, у тебя опять что-то отсенило? Игру делаю. Игру? А что за игра-то? Настульная игра, типа. Настульная игра. Вчера он писал тут поэму Виктора Цоя. Тёплое место. Смотрите, сколько написал-то песни целые. А сегодня, Мишке, игра здесь какая-то. Ну, давай, делай игру. Поиграли мы сегодня в такую игру. Китайский у нас давно лежит, поиграется втроём. Миша говорит, пойду делать игру. Ну, давай, говорю. Поиграем, ладненько, ждём. Был заняться украшением фермы. Отец, ферму я украсил. А я стащила у фермера еду для новогоднего стола. Так. Пэп и Фред. А где они? Эм, может быть, они забыли, что сегодня вечеринка? Отец, мне кажется, что они просто забыли, что сегодня вечеринка. Так я вообще-то то же самое сказал. Ну, подумал-то я быстрее тебя. Чего? Так, ребят, ребята, не ссоримся. Отец, давай начнём без них. А они услышат и присоединятся к нам. Ой, ну план по вечеринке с фермером. Вы что, забыли? Ребята, вы слышали? У нас будет вечеринка с фермером. А у нас что? Будет вечеринка? О, у нас что-то будет. А вы точно мои друзья? Вас не подменили? Отец, ну ладно тебе. Мы просто шутим. Конечно, мы помним про план. Ну и каков же ход наших действий? Так, ну, ход наших действий. Ну, ход наших действий. Ээээ, ход наших, эээ, стоп. Да. Какой же тяжёлый фермер. Прям как ты. Что ты сказал? Ребята, кажется, он просыпается. Улица. А как я оказался на улице? О, животные. О, животные. Вы же мои хорошие. Животные, что происходит? Здравствуй, фермер. Да вы ещё и говорящие. Кажется, я схожу с ума. Нет, ты не сходишь с ума. Это просто сон. Ты спишь. Как сплю? Спишь. Спишь. Ты просто так часто нас видишь. Вот мы тебе и снимся. Вот, ребят, мы на горке. Вот здесь такая горка. Здесь летом гоняют мотоциклы. Здесь такие дороги у них. Гоняют здесь, прыгают под этим бугром. И вот здесь такая крутая горка. А мы здесь придумали кататься на ватрушке. Тут, смотри, какая крутая. Крутая, крутая. Вот здесь летишь, вообще ужас. Ну, пока так. Давай, Макс. Её на чём раскатать надо. Потому что, я смотрю, снежок здесь вот припорошило. Посмотрим, как Макс поедет сейчас. Первый раз. Давай, Макс, гони. Ну, надо раскатывать. Всё, в снегу. Ну, хорошо едет. Ну, Макс, едет в снегу. Сейчас она будет с каждым разом лучше, лучше, лучше. Будет она за поворот уезжать. Нормалёк, ребят, спортом позаниматься. Вообще классно. Туда прокатился, назад бегом спортом занимаешься, да? Да. А, ребят, мы покатаемся маленько. Сегодня у нас такой развлекательный денёк. Здесь нормальное место. Я и на лыжах здесь катался. Но снега маловато ещё, попозже буду на лыжах гонять. Миша, давай пошёл. Ну-ка, по раскатанному, по Максу. Сейчас маленько не раскатали. Нормально пошёл. Хорошая горка такая. Ну что, как? Слазно. Ну что, поедешь? Ну да. Тогда беги в гору быстрее. Или Максу дай Макс поедет. Макс быстрее раскатает горку. Да, можно. Сейчас у нас Макс с самого верха. Ну пока не раскатан, он может быть и не проедет. А может пролетит, сейчас посмотрим. Пока идёт хорошо. Пока идёт хорошо. На нос идёт. На нос! Их, Макс, ёлки-палки. Ты живой там? Знаете, ребята, как опасна эта штука всё-таки. Вот, чуть-чуть пошла не в эту сторону и всё. Тебе надо бы, Макс, выпрыгивать было. Потому что ветки опасно. Не ударивался ничего? Да нет. Опасно. А ты мне говоришь... Да, помнишь, мы это делали здесь? Мы здесь тоже выравнивали её. Но снега было много. А иначе улетишь нафиг. Вот Макс маленько не вырулил и всё, и пошёл. Тут надо как-то Макс ногами выруливать сначала. А так пошёл бы хорошо. Или выпрыгивать из неё. Потому что потом вот здесь трамплин. Мы на нём летали. Но там, ребята, там это просто жесть. Там если поедешь, то трамплинки приходится пролетать вон там. Там надо привязывать её. Ты, Миш, куда, повторить хочешь, что ли? Куда? Это в кусты опасно, Миш. Не надо лучше. Давай пониже. Вот отсюда хотя бы. Макс едет с половины горки. Сверху не решился. А всё равно проехался он так. О! Не вырулил, Макс. Всё. Всадник слетел. Мишаня гонит. Гонщик гонит. Сейчас посмотрим, как раскатается на нету. Уже лучше. Приготовься. Держись крепко здесь. Крепко держись. Эх! Пошёл. А, она утягивает туда, утягивает туда. Упал. Ещё одну горку нашли. Вот такая крутая. Давай, Макс. Потом Мишаня. Здесь класс, если летишь далеко. Фу, вот только забираться долго. Всё, Макс ушёл. Как, Миш, там тебе понравилось? Вообще классно. Я там летел, потому что становился уроднее. А потом как, у-у-у. Да. Вообще классно. Сейчас Макс тебе принесёт, и ты погонишь. Ага. А я тебя буду вон там встречать на трамплинчике. Ладно? Ага. Как гулять? Классно здесь? Очень классно. Фу, розовенький, румяный. За одну рыбалку-то идём? Идём. Ребят, за одну рыбалку собираемся. Миша несётся. Смотрите, какая большая здесь горка. Так, 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 аккуратненько. Ух. Умчался, ребят. Здесь так горка сделана. А там поворотик. Притормаживает немножечко. И опять пошла из виду скрываясь. Вот эта горка, вот эта шикарная. Ну, а пока вверх поднимайся, занимайся спортом. Вот такой промежуток. Здорово. Заглянулись с Мишей под ёлку, а там два подарка. Один написан для Миши, один для папы. Открываем, Миш? Давай, пап. Я ножиком чул, мне ножик есть. Ты так, что ли? Ну, да. Это открывается? Ага. Посмотрим, ребят, мой Мишень. Чё ж тут может быть? Так, может, и берём. Смотрите, у меня там чё-то одежда какая-то. У меня, по-моему, тоже, смотри, что-то красненькое. Их, это я тебе кидаю. Смотрите, футболка. И футболка. Баб, мы тут распаковываем посылку. Подожди, баб. Баб, ещё не всё, смотри. Баб, не мешай, мы нас тут открыли. Смотрите, баб, и 100 рублей. У тебя удочка. Удочка, ты чё-то? Мамышка. Так, а у меня? А у меня футболка. И я не знаю, чё это такое. Дезодорант, ребят, дезодорант. Ах, ну-ка. Ещё 100 рублей подали. Класс. А пахнет, вкусно? А мне что такое? Футболка, ребята, красная. Я красную никогда не носил. Сейчас прямо здесь и один уйд. Хопа. Так, ребята, футболка красная. Спасибо, Дед Морозов. Дед Мороз, спасибо. Дед Мороз, я как-то буду Дед Морозом. Прикиньте, ребят, я теперь буду Дед Морозом. Ну как, мне идёт, нет красной. Мне никогда красной не шло. Прикольно. Друзья, как вы думаете, у меня красный цвет идёт? Нет? Посмотрите. Ну, мне кажется, никогда у меня нет. А теперь Миша. Как крас, вообще шикарно. Миша шикарно. Надо мамке показаться, сказать, смотри, как он нам Дед Мороз прислал. Да? Ну да. У тебя здесь хорошо, классно, смотри. И, блин, удочка, и всё. И кивок. Так. А что до мамы что-то ходит? Ну ладно, не буду смотреть, твоё, это твоё. Ладненько, нормально. Повезло. Нам с тобой, да? Ну да. Как новогоднее настроение? Шикарно. О, вок, красота. Пойдёмте на мусор. Это где-то ещё мусор. Покисать, пригодится. Смотри. Вот это да. Нифига ещё тебе сколько. А подарки ещё. Вот это да. Их, ребят. А что написано? Для Зои. Это для бабушки. Для бабушки. Зои Николаевны. Для бабушки. Это для? Для меня. Для тебя. И видишь, Максиму положил Дед Мороз. Просто он сразу не стал всем, потому что куда они? Не все не влез, там разлетал тут пока. Да. Баб, Зои. Смотри, я тебе Дед Мороз подарок подарил. Пойди, бабушка, покажи, что там у вас там у нас. Побзои, иди сюда. Терез, ребят, пока правильный Дед Мороз тут в окошко влетит. Пока, от чего, Маша, окошко сейчас закрыл пока. А то он подарками закидает. Бабушка, посмотри, что там у тебя за подарок такой. Открой. Миш, помоги бабушке распаковать. А это пока я посмотрю. Тоже подарок классный. Это мы с чаем выпьем. Попозже, да, Миш? Выпьем. Бабушка, заставай, что там у тебя такое покажешь нам. У Макса что-то, что-то. Что за подарки такие. Перчатки. Их, перчатки. Прикольно, Макс, синие. О, может теперь в хоккей играть или во что там, я не знаю. Снежки. Снежки, точно. Опять на горке. Классно. О, на горку пойдем кататься, да? Вранем на горку? Мы в ту раз катались, это занято было. А без нас пошли, Макс ключи потерял, но Макс и нашли. Да-да. Машнушка, Миша. Бабушка, у тебя крутая нашнушка. Кручно в ней умирать. Да и стань, ты придумал, ты наговоришь тут что-то еще. Эх, бабушка. Вот бабушка, да? Бабушки не такие. Но тебе пойдет. И все. Да. Тебе пойдет, бабушка, идет. Свет хороший. Розовый, классно. Классно. Все, бабушка. Всем подарки Дед Мороз раздал. Вот так вот. Нормально, да, Миша? Ты как считаешь, нормально? Да, все шикарно. Ну что, чай по ним пить? Пойдем пить чай. А для мамы вот такой подарочек лежал. Просто мама уже распаковала его давно. Самая первая. И вот такой. Макс, покажи, что там было в подарочке в этом. Вот здесь я покажу, ребята, еще вот здесь. От Деда Мороза маме. Покажи. Маме такой скромный подарочек был. Получилось у нас на Новый год. Что там внутри? А внутри вот такая вот купюрка. Ну вот так вот скромненькие мамки. Вот так вот, бабушка. Всем подарки Дед Мороз подарил. Всем. Так что... Дед Мороз. Дед Мороз никого не обидел, да, Мишанька? Ну да. Нормально? Очень шикарный киндер. Где киндер? А, киндер. Попался в этом? Ага. Ну распаковывай, смотри, что там в нем. Киндер тоже, когда маленький, все время киндеры покупали. Было время, было время. Киндеры и всякие штучки. Ладно, ребята, надо идти кушать, там уже стол почти готов. Вот такой сегодня у нас новогодний стол. Татьяна здесь старалась вместе с бабушкой. Ну, наверное, больше Татьяна все-таки старалась здесь. Бабушка тут своими делами занималась. Так, говорят, Аня, что у нас здесь такое? Бутерброды, нарезка. Так, бутербродики, не торопясь. Бутербродики, я смотрю, шпроты, огурчик, да и хлебушек, да? Ну да. Так, ну нарезка, понятно, резочка. Так, где у нас? Шуба. Шуба. Ой, шубочка, какая красивая. Так вот и что мне интересно. Ну, это типа лодочки такие. Сухарики, да? Типа того. А там что в них внутри? Горбушек. Горбушка, рыбка? Да. Я знаю, я таки пробу, ты делал вкусно. Я люблю это, у нас с курой рук. Да, картошечка, это понятно, с мясом я ее обожаю, картошечка это горячее. Это нас салат какой? Салат якобы с этим, как я его, я бы забыла, вспоминай мне, помогай. Не, не, не. Мой любимый с ананасами. С ананасами. С ананасами. Ну, это по типу, но не тот немножко, там куроза не должна быть. Но все равно хорошо. Это, ребят, мандарины, это святой продукт на Новый Год. Это, как говорится, традиции на Новый Год. Традиции, точно. Ну, примерно такой столик, ребят, у нас. Больше нам ничего не надо. Ну, пока, а там разберемся. Потому что у нас еще через два дня, завтра уже будет первое число. Потом второй, третье числа у бабушки день рождения. А его не справляют. Почему это? Семьдесят один год не справляют. Ну, семьдесят один год, вообще, я имею в виду, а мы справим. А как, почему не справляют? Семьдесят пять справляют, а семьдесят один не справляют. Ну, не знаю. Смотри. Ну, мы на это разберемся. Потом у нас девятое января будет день рождения. Поэтому пока столик такой. И вот так вот. Ну, я думаю, нормально. А куда нам больше? Мы у нас так простенько живем. Макс, садись. И я присаживаюсь к вам. Будем сейчас кушать, справлять, встречать. Время у нас, ребят, десять часов доходит вечера. Так что будем сейчас кушать. У меня уже слюнки текут. Давно не ели часов, наверное, с двух дня. Как-то так получилось. Ну, все, ребят, приятного аппетита всех с Новым Годом. И с наступающим, вернее. И будем кушать. Я к вам. Все, телефон пошел я убирать подальше.